роман приветствую тебя благодарная встреча после небольшого перерыва рад тебя снова видеть большое спасибо что нашел время подключиться опять же обсудить рыночную ситуацию твое мнение я уже всегда говорил много раз что очень интересно поэтому сегодня друзья для тех из вас кто следит за нашим совместным контентом традиционно две точки зрения техника фундамента вам помогает принять решений ну и за вами уже фактически на самом есть сегодня очень интересный эфир связанный с тем что мы с романом обсуждаем ситуацию в преддверии очень важного события фундаментальных это данные по инфляции которые выйдут сегодня в 16 30 по московскому времени то есть все вы можете опять же под свои часовые пояса сейчас прикинуть во сколько стоит ожидать по локальным отчет важный почему потому что инфляция всегда имела очень большое значение для регулятора потому что это фактически условия определенные показатели этого индекса потребительских цен условий для того чтобы регулятор корректировал монетарную политику сейчас все обсуждая и анализируя перспективы доллара смотрят на его будущее именно с точки зрения того когда фрс начнет более стремительно и быстро сокращать экономические стимулы то есть сворачивать программу количественного смягчения и впоследствии уже повышать процентную ставку буквально неделю назад джером паул выступая в банковском комитете сената анонсирует что в декабре то есть на заседании этого месяца она кстати состоится уже в следующую среду эти экономические стимулы могут быть дополнительно освернуты все зависит от того насколько сильно вырастет инфляция я почти уверен что сегодня мы увидим максимальный рост индекса потребительских цен сша за последние 35-40 лет и на этом фоне точно фрс не сможет уже включить заднюю ему придется выполнить свои обещания придется дополнительно сократить программу количества смягчения и по идее ужесточение политики это должно оказать очень неплохую поддержку американскому доллару давайте демонстрации кран тогда перейдем я честно скажу в частности по индексу доллара друзья очень хороший уровень который даже по линии восходящего тренда в районе 96 рекомендую присмотреться к нему потому что если я и не только я много кто сегодня ожидает крепления позиции доллара окажутся правыми то этот уровень будет как раз той самой точкой от которой может последовать довольно быстрое восстановление вообще считаю что сегодня при значительном росте инфляции например до 6 8 до 7 процентов индекс доллара сможет получить достаточную поддержку чтобы закрепиться выше 97 пунктов для такого низковолатильного актива как индекс доллара вот движение сейчас на 80 подпунктов скажем так это очень хорошая цель и кому интересно можете к ней присматриваться но мне лично да больше импонирует сейчас работа с другими финансовыми инструментами и я на своих брифингах кстати о них говорю на протяжении последних нескольких недель во первых это пара евро доллар которая сейчас котируется в районе 1 13 1 12 90 и ранее был достаточный бэкграунд чтобы шортить евро из-за ситуации с к видом все как бы препятствия друзья знаете если за вас на за новостном фоне сейчас создают влияние микрона буквально несколько дней назад вроде бы фон стал улучшаться несколько фармацевтических компаний сообщили о том что их вакцены в принципе эффективны против микрона кто-то делал акцент на то что количество госпитализации небольшой он не так распространяется не приведет таким негативным последствиям как дельта штамм но сегодня опять же совершенно другой фон дания китай великобритания вели повторные ограничения следом за австрии и германии но все мы прекрасно понимаем что не бывает дыма без огня если такие меры принимаются значит есть конкретная задача сдержать распространение инфекции и новые локдаун это как раз один из вариантов того чтобы улучшить общественную систему здравоохранения ситуации в целом потом в отношении евро много раз я говорил что это очень хорошая валютная пара для того чтобы торговать сейчас контраст монетарной политики cb не меняет политику и не будет ее корректировать даже в следующем году это конкретное заявление кристин лагард главы европейского центрального банка а фрс как я только что сказал в начале а справа выступления и сделает это уже в следующую среду друзья поэтому евро будет оппозиционно смотреться вниз и если сопоставить и попробовать спрогнозировать движение этой валютной пары в преддверии отчета по инфляции я думаю что сегодня как раз мы увидим уверенный пробой уровня 1 1270 1 1280 и как минимум обвал к поддержке 1 12 вот к этому как раз уровне я рекомендую присматриваться если нужны совсем долгосрочные цели все эти bank of america morgan stanley вообще шатят уже до отметки 1 10 и я целым с ними согласен золото еще один актив который мне интересен долгий период времени фактически с конца ноября у нас проторговка в узкой для золота диапазоне и сейчас уже больше двух недель мы топчемся фактически в районе 1 1780 1770 сегодня как раз поддержка 1770 вы сейчас ее видите и опять же при росте курса доллара при дальнейшем восстановлении доходности американских облигаций сегодня нас друзья ожидает очень потенциально конечно же потенциале не могу знать наверняка мощный обвал рынка драгоценных металлов и об этом кстати говорит также индекс треничных настроений кайман прямо сейчас большинство покупателей точнее большинство трейдеров делает ставку на лонг по золоту ну и я всегда говорил друзья что нужно делать выводы из такого позиционирования расстановки сил и играть по пути торговать действием наименьшее сопротивление то есть против толпы поэтому моя цель на сегодня по золоту это 1750 то есть больше 20 долларов с текущих уровней я прям настаиваю на том чтобы рынок нам сегодня дал как продавца если кому будут интересны мои выводы и моя точка зрения тогда слово тебе спасибо да было очень интересно так сейчас я сделаю сразу демонстрацию так видно да грузит видно ну что касается вот инфляции было да интересно послушать тебя по поводу того что самая большая инфляция будет и я лишь для себя отметил два фактора честно говоря это то что инфляция это плохая новость да ну увеличение инфляции вот и при этом мы ожидаем ну или ты ожидаешь да что будет поддержка значит от американского правительства вот и получается опять значит собственно говоря а что же куда же прогноз то должен мы должны ставить то есть на то что это плохая новость и курс доллара и индекс доллара упадет да или то что америка поддержит значит этот курс и наоборот он начнет расти из-за того что она начнет поддерживать вот и вот в этом противоречии заключается для меня но существование фундаментального да именно вот этот вот ну не то что диссонанс а как бы противоречие которое одно перекрывает другое одни карты кроет другие вот и как всегда у нас нестабильность и не значит неопределенность этого и волатильность но волатильность да однозначно должна быть вот и мы будем ее использовать своих целях да и давайте посмотрим по техническому анализу что нам говорит говорят линии поддержки сопротивления которые обычно используют своих прогнозах на своем канале по недельникам вот вот на d1 я что вижу так на даже на недельном графике да у нас уже долгое время евро падает 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 вот и собственно говоря такое ощущение складывается что она все-таки дойдет до нижней границы поддержки вот ну я не делаю прогноз вот прямо сейчас я как правило мои прогнозы заключаются на том что я ищу сигнал вот этого сигнала мы уже открываем сделки поэтому куда сейчас евро пойдет нам без разницы если оно пойдет вниз то у нас будет сигнал на покупку в районе 1 0 8 35 около нижней линии поддержки очень хорошая линия поддержки уверены все на ней сможем заработать вот и если цена пойдет вверх то здесь нас будет ждать вот такая вот зеркальная линия сопротивления в районе цены 1 16 68 поэтому можно скажем так запасаться депозитами вот выставлять отложенные ордера наливать кофе чай печеньки попкорны смотреть как евро пройдет к нашим сигналам зарабатывать вот что касается индекса доллара значит он падал определенное время сейчас растет ну здесь вот что мне нарисовалось это я не вижу каких-то выраженных линии поддержки сопротивления но прям напрашивается сетка фибоначи поэтому и она в принципе ну так хорошо себя отрабатывает тут я вижу 38 отработалась и от 50 отработалась это не значит что она должна далеко пройти у меня обычно скальпинговая стратегия да то есть достаточно лучше большим объемом зайти вот и быстро выйти из позиции то есть здесь достаточно цена проходила несколько сотен пунктов чтобы на этом заработать и движемся к уровню 61 8 по фибоначи поэтому от него будем делать отложенные ордера это будет у нас цена в районе 98 070 вот что касается нефти нефть значит откорректировался от верхнего максимума локального вот так же я нарисовал фибоначи то есть если мы пойдем все-таки вверх то будет у нас уровень сопротивления в районе цены 84 96 примерно 85 вот может быть сделать ордер на продажу вот это у нас недельный график поэтому уровень ну сигнал будет достаточно сильный да то есть нормально там можно будет на коротком движении заработать если пойдет все-таки вниз это так вот долгосрок я просто на недельном графике смотрю ближе на d1 я что-то не видел ничего такого интересного ну вот разве что можно еще нарисовать линию поддержки вот так в этом районе можно еще рассчитывать на покупки это кто если краткосрочный на ближайшие перспективы ищет сделки да вот это будет в районе 66 долларов вот а так если пойдем вниз то на уровне 61 8 это в районе цены 44 доллара можно будет тоже поймать коррекционное движение вверх и заработать на покупке что касается snp 500 движемся стандартно восходящем ралли были были у нас тут коррекции такие более заметные но тем не менее после каждой коррекции snp 500 как и вся американская экономика замывает вверх и двигается дальше поэтому если кто желает закупиться вот сигнальчик в районе цены 4550 можно будет закупиться и двигаться дальше с snp а ну и один сигнальчик дам по криптовалюте вот по дашкоину благо брокера и маркетс предоставляет нам возможность торговать криптовалютой вот поэтому причем кстати роман извини перебьюте причем теперь и выходные тоже да это вообще уникально да то есть раньше раньше приходилось отдыхать теперь можно поэтому да теперь для тех кто ну кстати говоря я всегда привожу это в преимущество для тех кто на самом деле работает рассматривает источник ну как трейдинг как источник дополнительного заработка и человек если работает в будние дни да ему очень сложно сконцентрироваться в эти будние дни выходные он ничего не работала а теперь криптовалюта работает у нас выходные поэтому с брокером и маркетс мы можем совершенно спокойно как раз таки выходные дни заняться и торговлей и обучением кто только начинает да занимаясь обучением смотрите на моем канале а вот то есть давайте посмотрим криптовалюты я периодически захожу смотрю выискиваю сигнальчики но вот по дашкоину я вижу что сейчас цена побилась вниз и при очередном росте а рост я думаю просто практически неизбежен как и всех криптовалют они как акции может как фондовый рынок они проседают но потом раз-раз-раз опять начинает расти вот поэтому при очередном росте в районе цены 178 долларов вот можно будет продать короткосрочно дашкоин вот конечно же соблюдением риск-менеджмента вашей торговой стратегии вот ну вот такие вот у меня рекомендации вот так же я кстати выпустил недавно роль новый ролик заходите ко мне на канал там про спред проток нас как нас дурят банки вот но реально я встречаюсь просто с студентами с вами обучая вот недавно спрашивал говорю вот сколько говорю разница купить доллар да в банке вот разница продать купить ну не знаю игру ну три рубля с половиной вот казалось бы немного да но если посмотреть сколько на бирже спрашиваю сколько на бирже знаете поменять разница какая на бирже ну наверно дороже то есть я серьезно говорю что обыватель не понимает что на бирже дешевле он думает что дороже что-то сложное поэтому там дороже я говорю 10 копеек разница представляете в 370 раз разница не надо хранить деньги в банке покупать доллары в банке храните деньги у брокера его пользуетесь возможностью когда есть какой-то информационный повод или сигнал да это действительно так кстати по поводу ютюба романа напоминаю друзья в описании к этому ролику будет ссылка то есть переходите смотрите очень много контента ну и соответственно там же информация про обучающий курс роман тебе большое спасибо что наше время интересно подкушать именно твой долгосрочный прогноз ну не знаю за малым ли остается дело теперь просто следим как ты правильно отметил и я присоединяюсь что когда еще на рынке такой серьезный инфополок как сегодня данные по инфляции остается реально запастись попкорном откинуться в кресле и смотреть как рынок себя покажет во всей красе вот с этой гиперволатильностью друзья всем вам хороших трейдов удачной торговли и тебе тоже соответственно еще и хороших выходных увидимся тогда если у тебя опять же будет возможность обсудим снова ситуацию уже на следующей неделе спасибо тебе до свидания пока